Здравствуйте, слушатели радио Комсомольская правда, в студии Сергей Ефимов, и сегодня у нас долгожданная гостья, журналист, руководитель службы новостей телеканала НТВ Татьяна Миткова. Здравствуйте, Татьяна. Очень рада, что вы к нам пришли, потому что лично я мечтал об этом, мне кажется, лет 8 уже, все не получалось, не получалось, и вот мы потом расскажем, зачем мы вообще собрались в этой студии. Во-первых, я бы хотел вот что спросить, обгоняя немножко тему нашей встречи, вот как руководитель службы новостей, не могу вас не спросить, как вам результаты выборов в США, вот вчера просто обезумели все, люди совершенно далекие от политики, только об этом и говорили. Как вам результаты, и вот за кого, за Трампа или за Клинтон болели? Ни за кого, я не болела, но как руководитель службы новостей, очень радуюсь тому, что это событие свершилось, потому что, ну, есть с чем работать, понимаете, есть эмоции, есть наполнение, есть о чем поговорить, еще будем говорить долго, нам хватит еще, так сказать, этой пищи на протяжении там ближайших нескольких недель, а потом, соответственно, когда будет приближаться время инаугурации 45-го президента США, соответственно, еще раз мы к этой теме вернемся. Вы знаете, такие события нечасто случаются, так же для нас это хлеб. Как вы думаете, почему мы в России так интересуемся выборами в далекой заокеанской стороне, причем одно дело, когда интересуются политики, политологи, ну, это хлеб, да, даже вот работники служб новостей, а почему интересуются даже вот люди, как бы совершенно далекие от этой сферы, в магазинах говорят, в супермаркетах? Вы знаете, ну, в России традиционно страна никогда не была изоляционистской, и мы всегда проявляли интерес к тому, что происходит где-то за рубежом. Может, это пошло еще с тех времен, когда был железный занавес, когда мы вообще ничего не знали о том, что происходит. Я говорю про железный занавес не потому, что я была свидетелем этого процесса, но потому что знаю об этом от родителей и от современников того периода. Я думаю, что это вот такая национальная черта, это часть нашей ментальности. Нас интересует все, что происходит в мире, и тем более нас происходит то, что нас так или иначе близко касается, а все, что происходит в Америке, касается на самом деле каждого человека, который живет на планете. Ну, может, не касается только каких-нибудь аборигенов Австралии, и то, я думаю, что и их касается, потому что это великая держава, это самая крупная экономика мира, и так или иначе мы все от нее зависим. Ну, я думаю, что люди, которые сидели у телевизоров, вот все эти тревожные дни, да, они, конечно, меньше всего думали об этом, просто любая выборная компания в Штатах – это шоу, это потрясающее зрелище. А раз это шоу, значит, его показывают по телевидению, понятно, да, тут никакой игры слов нет, шоу – это шоу. Вот, и тут все объяснимо. А вас итоги выборов удивили, или вы, в принципе, предполагали, что так может случиться? Вы знаете, мы дома такой, ну, тотализатор, не тотализатор, мы с мужем, он американист, по образованию, мы с ним поспорили, да, я сказала, что победит Клинтон, хотя я абсолютно ей никак не симпатизирую, он сказал, что победит Трамп. Это было, наверное, недели две назад. А на что, спорили? Ни на что, просто, вот, просто, вот, 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 просто так поспорили, я не знаю, слава богу, не слава богу, как событие, это безумно интересно, это еще будет, я говорю, нас очень долго-долго-долго всех тормошить, тревожить, мы будем утром, так сказать, заглядывать, вот я каждое утро быстренько открываю там агентство, интернет, и смотрю, а что же происходит в Соединенных Штатах Америки, и вообще какая реакция. Ну а что же там люди, до сих пор наш корреспондент работает на улице прямо. Татьяна, вот до поры до времени, я помню, мы давно, значит, делаем наш телегид, наш журнал-телепрограмма, вы, в принципе, были доступны для комментариев каких-то, на какой-то злобы дня, я помню ваше интервью в различных изданиях, а потом вот словно отрезало. Мне кажется, лет 10-15 вы перестали общаться с прессой, даже вот с профильной, да, с телегидами. Что же случилось? Мне кажется, это какое-то осознанное решение было уйти вот из публичной сферы, да. Вот почему так вышло, что вы как-то стали избегать прессу? Да, на самом деле, конечно, такой момент присутствовал. Ну, я считаю, что как человек, который руководит службой информации уже много-много-много лет, я не имею, в общем, права на какие-то публичные оценки того, что происходит. Я все-таки работаю на федеральном канале и занимаюсь новостями, поэтому комментарии по поводу, или тем более оценки того, что происходит, они, в общем, не очень показаны. Обратите внимание, главные редакторы информационных служб телевизионных вообще не дают никаких интервью. Я в этом смысле отличаюсь только тем, что я еще, помимо этого, всегда была публичным лицом, да, вела там новости и так далее. И мною интересовались, скорее, как публичным лицом, но забывая о том, что я, помимо своей публичности, еще и занимаю определенную должность. Вот это в какой-то момент меня очень стало напрягать, поэтому после известных событий 2001 года на НТВ, когда произошла смена собственника и раскол в коллективе, я помню, тогда я давала большое интервью, по-моему, журналу «Профиль», журналу «Итоги», и вот, в общем, с большим интервью на этом было закончено. И потом, честно вам скажу, иногда напрягает поверхностность многих очень суждений коллег. К вам это не имеет никакого отношения. Я как раз интервью «Комсомольской правде» было первое, на которое я согласилась для той цели, о которой, я надеюсь, вы нашим слушателям скажете. Да, нам особенно приятно, что вот это вот молчание прервано именно в «Датьскудоме Комсомольской правды». Тут нас и гордость охватывает, прямо скажем, и, в общем-то, гамма самых разных чувств, может быть, не самых хороших, какое-то вот самодовольство даже, может, где-то уже. Давайте уже расскажем, что стало информационным поводом нашей встречи. Сегодня, 19 ноября, на канале НТВ, в цикле НТВ «Видение», это новый цикл, который только что, можно сказать, в этом сезоне возродился, состоится премьера вашего документального фильма «Олег Лунстром. Жизнь в стиле джаз». А, знаете, для нас неожиданно, как руководитель службы новостей, одного из главных каналов страны, и вдруг, мало того, что вы не были замечены в публичной любви к джазу, вот как так вышло, Татьяна? Да, это, кстати, действительно всех интересует. Более того, скажу вам, что я сама до сих пор удивляюсь вот этому своему решению. А дело было так. Ко мне обратились продюсеры одной из ведущих компаний, производящих телевизионный продукт. Попросили меня о встрече. На эту встречу, помимо них, пришел еще и Леонид Лунстром, как выяснилось, племянник знаменитого нашего джазового музыканта, композитора, аранжировщика Олега Лунстрома. Пришли они ко мне совершенно с конкретным предложением принять участие в создании фильма об Олеге Лунстроме, потому что в этом году 100 лет со дня его рождения. 2 апреля как раз было 100 лет. Они ко мне пришли как раз где-то в середине апреля. А может быть, это было начало апреля. Сейчас я даже уже не помню. Это была весна. Сказать, что я была удивлена, это не сказать ничего. Потому что, как вы совершенно справедливо отметили, я не была замечена в публичной любви к джазу. Более того, я самой в себе не находила никогда любви к этому музыкальному жанру просто потому, что я любила другие. Я по своему первому образованию музыкант. У меня музыкальное образование, я пианистка. Но по специальности своей первой никогда не работала. Потому что, как говорила героиня фильма «Журналист», помните, Валечка такая, она говорит, «Журналистика меня захватила». Поэтому пианистка я не состоялась, и слава богу. И поэтому мне всегда была близка классическая музыка и классический хороший рок. И вдруг джаз. Конечно, фамилия Лунстрем мне прекрасно была знакома, и не только Лунстрема. Конечно, Горанян, Лариса Долина, которую я с моим будущим тогда ещё мужем, помню, услышала первый раз в городе Сочи. Она выступала с джазовым репертуаром и потрясла меня до глубины души. Я ещё подумала, господи, как же это прекрасно! С тех пор я, помню, искала по всем радиостанциям, по телепрограммам, ну где же Лариса Долина с джазом со своим? Но Лариса Долина как-то очень редко появлялась с джазом, а мне всё очень хотелось услышать. И вы знаете, наверное, есть в этом какая-то закономерность, что приходят люди, мне предлагают такой проект. И вы знаете, мне даже не понадобилось времени особенно, чтобы подумать. Обычно говорят, ну я вам завтра позвоню, дайте мне неделю. Я сразу сказала, да, я согласна, я просто послушала их и поняла, что я бы очень хотела в этом участвовать. Потому что предполагалось, что это не будет фильм о музыке, о джазовой. Это будет фильм о человеке и об эпохе, в которую он творил. Ведь не случайно же Олег Лунстрим вошёл в книгу рекордов Гиннеса, как руководитель самого долгоиграющего джаз-бенда в мире. Оркестр много гастролировал и в те времена, что было, наверное, такой всё-таки диковин, когда гастроли по зарубежью. Снимай фильм, вы объезжали, то есть там Шанхай, может быть, Казань, Европу, как приходили съёмки? Конечно, конечно, мы первым делом поехали в Казань, где, собственно говоря, и начался уже советский период жизни Лунстрима и его музыкантов, когда он переехал из Китая, из Харбина, в СССР, да, из Харбина, из Харбина, ну всё правильно. В Шанхае он, кстати, тоже выступал, так что вы не так уж и не правы. Вот, они переехали в Казань, откуда их попросили всё-таки перебраться в город Зеленодольск. Это несколько десятков километров от Казани, потому что в Казани они могли выступать, но жить там было негде. Это был 1946 год. А в Зеленодольске им предоставили какое-никакое жильё. Мы его видели, это жильё, это дом культуры городской, огромный, ну такой большой достаточно актовый зал, из которого вынесли все стулья, а у музыкантов было 19 человек с семьями. Ну, неженатых были единицы, в том числе Лунстрим был на тот момент ещё неженат. Вот, из этого зала вынесли все зрительские места, поставили нары, ну какие-то, видимо, столы, чтобы можно было позавтракать. И вот так они жили, 19 человек с семьями. И ездили работать в Казань, в Казанскую консерваторию, там они играли. Поэтому мы, конечно, поехали сначала в Казань. А потом? Потом, потом следующее, да, Казань-Зеленодольск. Вот, ну, в перерывах мы снимали ещё что-то в Москве, естественно. Вот, потом мы поехали в Канзас-Сити, Соединённые Штаты Америки. Канзас-Сити один... То есть Казань-Канзас-Сити, какой-то созвучий, да? Да, забавная. Вот, мы поехали туда, в США, в Нью-Йорк, потом Канзас-Сити. Это один из трёх-четырёх джазовых центров Америки. Там всё начиналось в Новый Орлеан, Чикаго и Канзас-Сити. Вот в этом Канзас-Сити у нас был основной такой съёмочный период американский. Ну, потому что нельзя было объехать всё, это просто нереально. Вот, Канзас-Сити славится великолепным совершенно музеем джаза. Вот, и в Канзас-Сити живёт потрясающая джазовая вокалистка Дебора Браун, которая выступала с Олегом Лунстримом в Америке, которая приезжает все эти годы, приезжала и в СССР, и приезжает в Россию сейчас гастролировать. Вот у неё в октябре, по-моему, были гастроли в Калининграде. Это совершенно потрясающая певица. Я вот всем бы рекомендовала, у кого есть такая возможность, попасть на её концерты, если она будет приезжать. Если она будет в Москве, она вот выступает иногда в джазовом клубе с Игорем Бутмана. Она просто совершенно невероятная. Я даже вот вам скажу, что джаз для меня теперь вот ассоциируется прежде всего с ней, с Деборой Браун. Да, ну в фильме будет интервью, естественно, с ней. Мы записали очень много, вошёл там какой-то фрагмент. Она не только безумно любит и джаз, и культуру, она ещё и полюбила Россию, полюбила нашу музыку, нашу страну. И это чувствовалось просто вот в каждой встрече с ней там. Такой вопрос, я думаю, вы в фильме на него тоже отвечаете. Известно, ну вот по крайней мере нам сегодняшним, может какие-то такие стереотипы, да, о советской действительнице, что джаз тогда не любили и были гонения на музыкантов. И вот эта известная поговорка, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. И это как-то вот живёт, я думаю, ну как же, вот как вообще Лунстром стал возможен в то время, да ещё, ладно бы он был там в Москве где-то там, так сказать, выступал, он же гастролировал, представлял Советский Союз, такой витринный был в какой-то степени. Вот почему вдруг стал? Вы знаете, вот именно на этот вопрос мы и пытались найти ответ в фильме. Ну, не знаю, удалось, не удалось. Мне кажется, что удалось. Немножечко предысторий, да, вот они вернулись из Харбина, они вернулись, потому что им предложили вернуться, музыкантам Лунстрима, да, с семьями. Они ехали в теплушках, ехали много-много-много-много суток, вот приехали в Казань, как я уже сказала, жилья нет и так далее. В Зеленодольск, в Казани работа. Ну, джаз, как вы правильно подметили, был не в части, он был фактически запрещен. То есть каких-то прямых гонений, там, репрессий не было, вот. Но он был запрещен еще в 20-х, 30-х годах, да, музыка толстых. Я вот, извините, просто заготовила тут небольшую цитату, точнее, она немаленькая, если позволите, я ее процитирую. Вот. Была знаменитая статья Максима Горького о музыке толстых. Это газета «Правда» от 18 апреля 28-го года. Хорошо, что не комсомольского, то было бы неудобно сейчас. Тишина этой ночи, помогая разуму отдохнуть от разнообразных, хотя и ничтожных огорчений рабочего дня, как бы нашептывает сердцу торжественную музыку всемирного труда великих и маленьких людей. Прекрасную песнь новой истории, песнь, которую начал так смело трудовой народ моей родины. Но вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за ними точно кусок грязи. В чистейшую прозрачную воду падает дикий виск, свист, грохот, вой, рев, треск. Врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание. Раздается хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки. Весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимого, и, послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных, что они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фаллосом. Алексей Максимович. Это горький, это газета «Правда». Кошмар. А какой лексикон? Сейчас краснеешь. Это потрясающе. Да, вот сейчас краснеешь. Вот как оказывается. А вы говорите цензура, там свобода, вот она свобода. Будь здоров. Вот в такую страну вернулся Лундстрим, из вполне себе свободного на тот момент Китая, из вот этой вот общины российских эмигрантов, они были совершенно неполитизированными людьми. Они очень любили Родину и очень хотели просто ей служить и быть полезными. И при этом у них ведь была масса возможностей совершить побег. Они же гастролировали за границей, они могли там остаться где-то. Подождите, до побега еще, извините меня, пришлось, было время, да, они вот начали устраиваться на Родине, они начали работать. Но играть то, с чем они приехали, им не дали. И что они сделали? Написали? Нет, они стали играть джазовые обработки татарских народных мелодий. Да. Пойди докажи, что это джазовая обработка. Это вот татарские народные мелодии звучат. А уж какая там обработка, никто особо в это не вникал. О чем это говорит? Что человек внутренне свободный, вот такой, как Лунстрим, такой, как люди, преданные своей идее, понимаете, они не ушли в подполье, они не стали там маргиналами, они не стали диссидентами там, или там, не дай бог, так сказать, революционерами какими-то, да. Они просто продолжали делать свое дело. И делали, 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 делали. И постепенно от татарских народных мелодий они переходили уже к каким-то другим мелодиям. И вот он уже начал звучать, вот этот вот джаз, 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 джаз. Потом, наконец, в консерватории, в Казанской, им дали статус оркестра. Да, они уже стали, так сказать, вышли на какую-то официальную трибуну. Вот. Потом они получили такое неофициальное признание, они стали выступать по всей стране. Да, их, что называется, не звали афиши. Их не звали, так сказать, там на какие-то многомиллионные стадионы. Но они продолжали делать свое дело, завоевывали новых, так сказать, поклонников. В стране постепенно возникали какие-то маленькие группки, маленькие такие, не джаз-бенды, не биг-бенды, как у Лунстрима, а такие маленькие джаз-бенды, да. То есть музыка, музыка эта начинала, как-то, так сказать, вот свое, так сказать, движение начала, свое хождение в советский народ. Ну, вот так все и пошло. Потом начались первые зарубежные гастроли. А потом, наверное, в ЦК уже поняли, что это вообще-то хорошо, что советский джазовый ансамбль гастролирует по миру. Вы знаете, да, поняли, по-прежнему не приветствовали, по-прежнему не приветствовали, по-прежнему не хотели какого-то такого, так сказать, широкого распространения. Но ведь музыка, джаз Лунстрима звучал на партийных съездах. Это, конечно, величайший парадокс в истории. Может, были какие-то покровители там из... Ну, был Аджубей, конечно, был там Громейко, который был министр иностранных дел, да, главред известий, да, Аджубей. Все-таки люди были с весом определенным. Да, и они покровительствовали. Это, конечно, не могло, так сказать, быть незамеченным. Но, опять же, они покровительствовали, потому что они считали это правильным. Потому что, во-первых, им просто нравилось. Потому что они были образованными людьми. Они, конечно, знали вообще историю джаза. Что это за музыка? Откуда она пришла? Понимаете, они... Ведь у нас в 20-х годах считалось, что джаз — это музыка, так сказать, угнетенного чернокожего народа несчастных там Соединенных Штатов Америки. Но постепенно как-то это все стало куда-то уходить. И слава богу, что теперь мы имеем возможность, благодаря, в том числе, и оркестру Олега Лундстрима, слушать эту великолепную музыку. Это часть мировой культуры. Вы сказали, что это фильм о личности, а не сколько музыки. Но я думаю, что в ходе работы над фильмом вы, конечно, много слушали джаза. Вы полюбили его так, как вы любите классику и рок? Ну, я стала его понимать. Я стала его понимать. Это довольно сложная музыка, на самом деле. Это сложная музыка, потому что это музыка импровизации, прежде всего. Ну, конечно, на уровне джаз-бендов это импровизация. На уровне биг-бендов, который вот уже был у Лундстрима, это все-таки музыка уже аранжировочная. То есть там уже трудно импровизировать, потому что большое количество музыкантов. Когда пять человек, да, вы можете импровизировать. Но когда это 20 человек в оркестре, тут уже должна быть какая-то, так сказать, идея, какая-то идеология, какая-то должна быть структура, понимание того музыкальной темы, которая сейчас будет. И, конечно, я по радио теперь, у нас, слава богу, есть радиоджаз. Я еду в машине, и у меня звучит радиоджаз. Я уже понимаю, могу уже, так сказать, для себя что-то такое выбрать, что мне вот нравится, не нравится. В те годы джаз, он не был вот для советского человека, такого интеллигента, фриверно образованного, который вот знает, что джаз просто есть, не был такой формой, ну, некого эскапизма, такого побега от реальности, где там, допустим, Виа играют, да, значит, какая-то музыка такая уропатриотическая, это вот, может быть, еще и в этом открылась какой-то секрет популярности этого жанра тогда в Советском Союзе, или дело не на этом? Вы знаете, вообще я бы не стала говорить о том, что этот жанр был популярен. Вот джаз, в его понимании, для нас, это как бы, так сказать, классика, это Дюк Эллингтон, вот для меня. Это Глен Миллер, это Дюк Эллингтон, это, конечно же, Лундстрим, да. Тогда джаз в СССР, и слава богу, он ассоциировался с оркестром Утесова, с фильмом «Веселые ребята», понимаете? Вот, и слава богу, что это было, потому что таким образом удалось как-то вот снивелировать вот эту вот идеологию вражеского музыкального направления. Через оркестр Лундстрима прошли известнейшие солистки, да, и, конечно же, нельзя вот не вспомнить Алла Борисовну, а может быть, при работе над фильмом вы как-то встречались, какой-то, может, синхрон, у вас есть Солла Борисовна? Нет? Нет такого? Вы знаете, там было очень много замечательных совершенно музыкантов, но мы сознательно решили не брать у них интервью, потому что это бы сделало, это бы увело нас в сторону, это было, увело нас в сторону музыки, потому что музыканты, которые прожили с Лундстримом определенный период жизни, они, конечно, будут говорить о музыке, что вот для них лично, так сказать, изменилось в их жизни, и что им это дало, это немножечко увело бы нас в сторону. Если бы мы делали несколько серий, то тогда да, конечно же, конечно, мы читали... История джаза, да. Да, история, это получилась бы история джаза, история нашего джаза, отечественного джаза. Вот, мы пошли немножко другим путем. А вообще, вы абсолютно правильно заметили, что много очень музыкантов, известных артистов, которые сейчас выступают на нашей эстраде, прошли через оркестр Лундстрима. Именно так, на самом деле, вся наша нынешняя музыкальная элита, она так или иначе была с этим оркестром связана. Это правда. А у вас давно нет в кадре, да? Два года. Два года, да, вот был такой выход у вас, по-моему, три года вы ввели эту программу после ухода. Новости, да. Да, и опять ушли за кадр. В фильме вы тоже за кадром, или, может быть, есть у вас какие-то кадры, где вы... сцены, где вы в кадре присутствуетесь, потому что это важно, мне кажется, для зрителей, потому что люди соскучились по вам, на самом деле. Или вы все-таки интеллигентно за кадром всегда? Нет, ну, это такой жанр, где предполагается участие все-таки, должно быть лицо, которое, так сказать, модератор всего этого, и за кадром, но это было бы немножечко, немножко тоскливо. Это был бы такой классический документальный фильм, это было бы немножечко, это было бы просто другое. Нет, почему это такой жанр, который имеет право на жизнь, но мы выстроили его таким образом, что вот модератор в моем лице, да, как бы, так сказать, он связывает вот эпизоды, потом есть очень сложная тема, фильм о человеке, которого уже нет, о музыке, запись которой, если брать классические записи, лунстримы, их просто практически не осталось, не осталось, мы нашли там в Америке одну, на одной станции, там, в Вашингтоне, вот, она у нас есть, вот, это очень сложно по картинке все собрать, понимаете, поэтому неизбежно пришлось вот моим появлением в кадре компенсировать, ну, какие-то объяснения, какие-то пояснения давать с тем, чтобы не закрывать это, ну, кадрами, извините меня, хроники там, Харбин, там, 30-е, 40-е годы, ну, это, извините меня, было бы просто немножко искусственно. Вот эта работа, которая вроде бы так довольно случайно появилась в вашей жизни, вы сказали, вы же какие-то для себя, наверное, же выводы сделали, вы будете дальше снимать документальное кино? Знаете, это мой не первый опыт в этом жанре, но до этого я участвовала в создании документальных фильмов только для европейских стран. То есть я работала какое-то время стрингером. Да, вот время, когда вы работали на АРД-компанию? Да, 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 вот в тот период как раз я участвовала в съемках документальных фильмов. А вот сейчас просто фильм сейчас, так сказать, выйдет в эфир 19 ноября, напоминаю, и вам нужно опять будниче заниматься новостями, а может быть для души вы там фильм другой, еще нет? Ну, такие мысли есть, я не буду сейчас раскрывать, естественно. что есть. Да, такие мысли есть и предложения на эту тему есть. Мне кажется, здорово, что мы вас увидим наконец на экране. Вот, напомню, что фильм выйдет в эфир 19 ноября на канале НТВ. 22.00. 22.00. Хорошее время, когда все уже дома, и еще можно посмотреть и даже успеть выспаться к утру, да? 50 минут всего. Не успеете устать. Вот, давайте поговорим, может быть, о телевидении вообще, а вот хотите вы или нет, но вас называли и будут называть в учебниках и везде и в разговорах легенды нашей телевидения. Вот, как бы это, может быть, пафосно не звучало, может быть, я знаю, что человек очень скромный и избегайте его титулов, каких-то таких громких слов, вот, но тем не менее. А ведь при этом время вас будут называть Примадонны нашей телевидении, совсем уже караул, да? А что делать? Вот, хочется же назвать. Еще некоторые слова, так сказать, на ум приходят. Но мы не будем сейчас, да. Вот, и поэтому вот у вас, как у легенды нашей телевидении, хочу спросить, что с нашим телевидением в целом нравится, оно же все время развивается, вот телевидение, мне кажется, из всех медиа таких ресурсов, оно, вот, несмотря на свою, на свой классицизм все-таки, да, оно стремительно развивается. Куда оно по-вашему движется, все ли у него хорошо в будущем, тут интернет грозит, говорят телевидению, и довольны ли вы в целом развитием вот такого сегмента медиа, скажем так? Такой ведь и в это вопрос. Ну, нормальный вопрос, наверное, да, я действительно очень давно работаю на телевидении, собственно говоря, после школы сразу пришла. Знаете, я не могу сказать, чтобы я чувствовала себя очень комфортно сейчас вот как часть вот этого телевизионного сообщества, потому что, конечно, телевидение это часть нашего медиа, но мне кажется, что это вот какая-то вот часть, которая с каждым днем стремительно утрачивает, ну, может, не стремительно, но она как-то утрачивает свое влияние. Из-за интернета? Да, конечно. Конечно, из-за интернета. Я даже сама себя ловлю на том, что я знаю, что вот будет в это время по телевидению какой-то продукт, стоило бы, наверное, посмотреть. А вы потом скачаете где-нибудь. Ну, мне неудобно его посмотреть. Да я его просто в интернете посмотрю. Зачем даже скачивать? Я просто его посмотрю. На сайте каналов сейчас все есть. Я просто все посмотрю и все вот наберу там. Отложенное смотрение. Да, я просто посмотрю. И я не буду сейчас вот тратить, потому что сейчас у меня нет на это времени. Ну, то же самое касается новостей. У меня утро с чего начинается? Я жаворонок, да, мне там утром надо на тренировку побежать, там в теннис поиграть и так далее. Да, я смотрю новости. Я открываю сразу ленту новостей в интернете, открываю сайты информационные. Быстренько, 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 быстренько. Как все мы примем. Потому что для того, чтобы включить телевизор, мне нужно пройти туда-то, взять пульт, включить, да еще и сидеть. А у меня нет времени сидеть. Вот. Увы, да, я понимаю. Но вам больно, что телевидение, а вот жалко вам, что вот так происходит? Или это процесс естественный, как вот ради уже? Нет, абсолютно, абсолютно естественный процесс. Я считаю, что... Вы знаете, вот в свое время говорили, что театр помрет, потому что появилось телевидение. Сейчас говорят, что телевидение помрет, потому что появилось в интернете. А как говорит герой, москвистам не верит, что через 20 лет будет одно сплошное телевидение, будет ни газет, ни театр. Да, 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 да. Вот, 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 совершенно верно. Вот. Я думаю, что и телевидение рано еще хоронить, и все будет. Просто, наверное, у телевидения тоже сейчас какой-то определенный кризис жанра, будем так говорить, да. Вот. Мы не избежали, мы, к сожалению, очень зависимы от финансовой составляющей, да, естественно, все уже давно, так сказать, на коммерческую основу встало, потому что иначе это существовать просто не сможет. Опять же, рейтинги, то есть, приходится ориентираться. Да, 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 это понятно, подстраиваемся, подстраиваемся, естественно, под них. Вот. Ну, что делать? Селябий, как говорится. А вот новости телевизионные. Понятно, что, конечно, интернет выиграл по оперативности, да, чтобы, значит, опубликовать новость, там нужно одну кнопочку нажать в новостном агентстве, а телевидение что-то надо смонтировать, снять и так далее, передать, но все-таки уже телевидение чем-то выигрывает в плане подачи новостей. Вот, на ваш взгляд, чем телевизионные новости все-таки лучше, скажем тогда, чем новости в интернете. Не, ну, понятно, живая картинка. Живая картинка. Есть ощущение присутствия, что это здесь и сейчас происходит, потому что одно время ты видишь это, да, ты можешь видеть это в прямом эфире, а новости все выходят в прямом эфире, а то еще этот прямой эфир, вдвойне прямой эфир, потому что именно в этом прямом эфире ты сейчас даешь прямую трансляцию того, что произошло, вот как это было, например, со взрывом башен Близнецов, как это было при захвате школы в Беслане. Сейчас практически все крупные теракты последних лет, они все транслировались в прямом эфире. Да, и вот эта вот сопричастность, ощущение того, что это происходит здесь сейчас, и ты вот свидетельствует, это, конечно, производит очень сильные впечатления, поэтому новости на телевидении, они, я думаю, будут еще долго. Считается, что, ну, то есть не считается, а это, наверное, так сказать, такое хорошее тоньше, новости, это отстраненная подача информации вне эмоционального какого-то фона, да, но тем не менее у новостей НТВ всегда был свой стиль, то есть мне вот разбудили бы время суток, я увижу там кусочек экрана, там даже без логотипа, я все равно пойму, что это НТВ, даже не знаю ведущего, а там, да, там вроде бы все как везде, то есть там, так сказать, ведущий новостей, он не спешит поделиться личным отношением к тому или иному сюжету, но я вот как-то вот незримо чувствую какую-то эмоциональную окраску живую этого же сюжета, хотя, может быть, на эту же тему на другом канале в то же время идет сюжет. Вот эта вот черта, вот способность ведущего передать, я даже не знаю, как там, актерской игрой, что ли, отношения, даже не отношения, какую-то вот эмоциональную краску дать сюжету, она как-то принципиально, вот у вас там идут какие-то тренинги, приходят преподаватели из ВГИКа, работают с ведущими, либо это вот само по себе возникает, когда человек просто переступает по рок-студии НТВ. А вы постоянно смотрите новости? Время от времени, конечно. Вы знаете, телевидение меняется, как мы уже с вами отметили с вами, это меняются и новости, меняется и подача новостей, и меняется, в общем, восприятие на самом деле новостей. Приходит другое поколение. На заре НТВ новости были почти авторской программой. Когда ТСН, да, еще? ТСН, это первый канал. Да, ну все начиналось с ТСН, совершенно верно, да. Потом появились новости на НТВ, которые вели журналисты. Впервые, так сказать, после, да, вот ТСН, новости на НТВ, в кадре сидят журналисты, не дикторы, да, были вот дикторы, которые читали подготовленный для них текст. Потом сели журналисты. Когда в кадре сидит журналист, который перед этим свой текст написал, его, конечно, там отредактировал, редактор там и так далее, но он к этому тексту имеет прямое отношение. Вы знаете, тут авторская подача неизбежна. В какой-то момент с этим даже, наверное, перебирали, но этот момент, он укладывался, знаете, вот, что называется, в рамки момента. Потому что, когда всё это появилось? Начало 90-х годов, середина 90-х. Вы помните, какие события были? Там иначе было нельзя просто. Там, наверное, действительно иначе было, не то чтобы нельзя, невозможно. Нужно было быть. Эмоционально было невозможно. И сейчас, по прошествии уже, так сказать, там 20 лет, конечно, понимаешь, что где-то это было на грани профессии. Потому что нельзя, подавая информацию, её ещё эмоционально окрашивать. Ты тем, и эмоционально окрашивать, то есть своим отношением, и плюс ещё облекая это в определённые, так сказать, слова. Ты тем самым давишь на зрителя. Ты тем самым даёшь оценку этому событию, чего ведущий новостей делать просто не имеет права. Но, тем не менее, некая вот краска присутствует. Присутство вала. Может, что-то же у человека говорили. Ну, вы знаете, вот меняется телевидение. На смену журналистам приходят, приходят, ну, не журналисты, скажем так, а люди, которые, которые, так сказать, подают информацию, да, читают её, читают хорошо, там, грамотно. Вот. Они прекрасно понимают, о чём идёт речь. Но это всё лишено какой-то эмоциональной окраски. И вы знаете, я не думаю, что у большой части публики это вызывает какое-то раздражение. Наоборот. Я думаю, что наоборот вызовет раздражение, если ведущий там будет кричать, там, пугать кого-то. И так очень много новостей эмоционально окрашенных просто от того, что вот, ну, там вот погибли люди, да, кого-то там задавило, где-то взорвался газ и так далее. Это уже трагедия, да. И если в эту трагедию ещё вкладывать вот своё эмоции, достаточно того, что там на экране человек вот на месте событий стоит, плачет, да, и говорит, что вот у меня здесь там погиб ребёнок и так далее и тому подобное. Очень эмоционально перегружена наша жизнь. И ещё добавлять туда журналистских эмоций, наверное, это будет просто неправильно. Это говорю я, человек, который сама когда-то вот новости именно в таком ключе подавала. Но с годами, видимо, начинаешь мудреть и понимаешь, что нельзя заменить профессионализм эмоциями. Я думаю, вы, конечно, смотрите по работе, по крайней мере, следите за работой западных коллег, CNN, BBC, Fox News, ещё что-то. Есть какое-то кардинальное отличие вот между их службами новостей в плане подачи новостей и российской спецификой. Либо всё-таки давно уже всё нивелировалось и, в принципе, в мире примерно одинаково подаются новости. Да нет, я бы не сказала, что одинаково. Я бы сказала, что мы даём новости гораздо более широко и объективно. Если посмотреть на работу наших американских коллег во время предвыборной кампании, то, вы знаете, из их новостей почерпнуть вообще было ничего невозможно. Они все стояли за... Как вообще можно в новостях вести просто предвыборную агитацию? Уму непостижимо, но, тем не менее, это было, хотя и в нашей истории это тоже было. Вспомним конец 90-х годов, вторую половину 90-х годов, второй срок Бориса Николаевича Ельцина, как все участвовали, оголтело в кампании на его стороне и как всем мочили, извините за это слово, компартию. То есть, у нас это тоже было. Вот сейчас мы на американских каналах... Смотрим, что было у нас до конца 90-х годов. Вот ровно то же самое. Абсолютно. Все, пардон за это слово, мочили. Хорошее слово, у нас можно. Трампа, да, и все, так сказать, были на стороне Клинтона. Вот она, американская журналистика, честно говоря, просто даже был, даже неудобно. Вот, неловко. Любопытно. НТВ сейчас заметно меняется в этом сезоне. Масса программ, развлекательных, может быть, они далеки от вас, но мы-то за ним следим, потому что вы все время занимаетесь новостями, вам, может быть, некогда смотреть шоу, а мы смотрим. Значит, и таких вот реформ-канала вот за время вашей работы, там, несколько помню, вы работаете с 93-го года, там, да? Со дня основания канала, то есть НТВ, тут вы можете сказать вслед за Флабер, мадам говорит, НТВ это я, можешь сказать, НТВ это вы? Нет. Не возьмете все такое ответственное? Нет, нет. Вот. Только Блэкспронт, нет, про Флабера, что это, я вот так вспомнил. Значит, есть же вот вопрос. Знаете, мы все цитируем, я вот горькую, вы с Флабера, Надеюсь, я не перепутал писателя. Значит, канал уже менялся на ваших глазах несколько раз, да? И вот вы вспомнили, когда, значит, там передел, так сказать, смена собственника происходила, еще были, значит, то мы все считали, да вот он там, ну, просто говоря, так сказать, прочее говоря, там, значит, ментовские сериалы для охранников, там, да, сейчас там, ну, какие-то такие вещи, значит, ну, это же, такие стереотипы, восприятия, сейчас все меняется, из сериала, слава богу, остались, потому что многих любят, но новые там снимаются, значит, вот в Петербурге сейчас снимается, сериал, значит, хожение по мукам, в общем, все меняется, так сказать, на глазах, и меняются люди, да, то есть, есть даже такое понятие старое НТВ, может быть, он там есть старый, очень старое НТВ, не очень старое НТВ, есть люди, которые четко ассоциируются с НТВ, но при этом они не работают, там сто лет уже, да, есть такие там, ну вот, в принципе, блестящие профессионалы, я думаю, вы к ним с большим уважением относитесь, Катя Гордеева, мне кажется, просто великий документалист, пусть это будет слишком пышно звучать, вот, ну и много, так сказать, масса других фамилий, уж не говоря уж о Леониде Парфенове, люди уходят, Татьяна Миткова, слава богу, остается на НТВ, значит, вот что хотел спросить, то есть вы работали и на старом НТВ, и на очень старом, и вот на текущем будете работать на будущем, что же не получилось у всех этих людей, которые вот, то ли это просто вот, ну, все же течет, все изменяется, люди находят себя, значит, в других жанрах, но у них, у них не получилось, поскольку, потому что они ушли, и что, чего им не хватило, может быть, и чего хватило вам, стало быть, раз вот. Ой, я бы не стала вообще тут заниматься противопоставлениями, люди меняют место работы, меняют там сферу деятельности, не потому что у них что-то не получилось, потому что они хотят развиваться, они ищут себя, это абсолютно нормально. Мне, например, вот, генеральный директор до недавнего времени, Владимир Михайлович Кулистиков, всегда говорил, не держи, никого не держи, всегда обидно, когда вот кто-то хочет уйти, там, начинаешь, ну, пожалуйста, не надо, от сердца кусок, от сердца отрываешь, не держи людей, люди должны развиваться, и он абсолютно прав, это не значит, что я, который вот, работая, я на НТВ, сколько уже существует, канал 23 года, что я не хочу развиваться, я просто нашла себя, просто нашла себя, но вот я тоже стремлюсь как-то немножечко, чуть-чуть куда-то найти, там вот два года назад в течение трех лет делали вполне себе такой экспериментальный выпуск ночных новостей, это был такой очень хороший тоже опыт, вот, и, смотрите, вот Леша Пивоваров, да, вот он ушел с НТВ несколько лет назад, ушел на СТС, занимался интернет-проектами, интернет-проектами, сейчас ушел на РТВА, да, вот, это что значит, что у него где-то что-то не получилось, да нет, человек просто пробует себя в разных направлениях, в разных сегментах, в разных, в разных сегментах, он, это на первом, это просто, это просто, да, это было просто шоу, это было такое, значит, увлечение, вот хотелось просто попробовать, не значит, что он перешел туда на работу, он делал это параллельно, вот, человек хочет попробовать себя в разных сегментах меди, вот, прекрасно, просто прекрасно, насколько можем судить так со стороны, ведь работа домашней службы, это, мне кажется, мягко говоря, ад адская работа это вот все время вот проблема новостей в том что они все время случаются да к сожалению может быть вам не хотелось там как тут в сердцах да пошло оно все пойду книгу писать там или там пойду снимать в 20 фильмов там за два года не хотел сам бросить все что называется черта матери и ути или вы как-то научились даже в в этой адской мясорубки комфортно существовать как-то вовремя включать джаз может быть как вам удается вот это же стресса прождики стресс я узнаю руководителя 1 новостной службы одного другого канала я увидел в состоянии близком безумия он говорит если бы не спортзал где я каждый день бью грушу как живого человека я бы наверно давно потом как бы так сказать убил кого-нибудь в реальности как вы снимаете стресс и вообще есть у вас стресс от работы ну вот эти такие периоды бы были были скажем так да это было связано с с терактами как правило как с войной в чечне когда приходилось отправлять в горячие точки и в чечню и в югославию попадали ребята да 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 лена масюк да одна эта история чего стоит понимаете и в ирак приходилось отправлять и в афганистан и вот сейчас в сирию да и мы не отправляем никого насильно дает добровольцы но все равно ты подписываешь приказ о командировке и если с кем-то что-то случится ты первым должен позвонить и во-первых больше не себя это должен звонить родным людям и было уже такое есть у нас к сожалению те кто погиб во время несколько человек у нас погибло вот и вот это вот самое страшное вот этот настоящий стресс а когда стресс ну 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 да там какой-то политик там чет такой летнул да ну там где-то вот во время выборов там нету не в ту урну положили не ту бумагу да ну скандал какой-то там и так далее меняйте да для любого руководителя информационной службы такие мини стрессы которые не проходят просто так то что начинается куча там звонков там и так далее выяснение отношения в семья может говорит да бросай все это возвращайся к очагу нет нет у нас в семье такого не было никогда а как тем не менее я надеюсь что вас все-таки бывают выходные хотя бы изредка вот как вы вот восстанавливать после такой напряженной работы таких вот информационных схваток с реальностью ну может быть велосипед шахмата вы играете в теннис вы сказали в большой накопила да я занимаюсь теннисом каждый день вы нет не каждый день я на буднях два раза в неделю играю в теннис 8 утра вот и выходные дни я играю в теннис а сейчас с началом сезона я еще катаюсь на горных лыжах здорово как вот уже открыл сезон выходных в москве то есть в москву и да конечно конечно не 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 вы знаете я не могу кататься под крышей да мне нужно небо чтобы было над головой и в москву очень много уже хватает да вы что с вами сидим уважаемые слушатели а люди катаются на лыжах да пожалуйста правильно да всем все все приходите слушайте вот тут и у тягачу уже катаются вот мы открыли сезон вот 4 в день народного единства был выходной день кстати да вы только мне было нет но был же минус поэтому работают ушки конечно конечно сейчас вообще он какой снегопаду какие снегопады то что всего катаемся а это же ну несколько рискован представляете вам на работу а вдруг там даже не дай бог тьфу так ближайшее дерево ищем и стучим вот по нашей траве зеленый ну тоже такой экстремальный вид спорта и же спокойный вот ну теннис мне кажется не такой опасный спасибо большое за заботу но все нам делать с умом с мозгами не надо на скорости там 200 километров ехать по черной трассе вот не могу не спросить может быть такой вопрос который может быть какой-то степени неуместен да вот ну жить так устроена да на самом деле что она разводит с людьми да вот может так сказать как-то вот ну то есть сталкиваться одними с другими значит расходятся сказать дорожки а снега вашим коллегами значит вы ну то есть так нас жизнь всех развела до таскать и нас заодно что вы оказались по сути может так утрировать наверное по разным сторон баррикад то есть я говорю прежде всего савики шустры и евгений киселеве который работает на украине так сказать и известные проблемы с этим связаны то есть мы друг друга обвиняем в пропаганде да это люди которые ну так же устроена жизнь как это будет вопрос решать а для себя тоже ну были ваши близкие коллеги может быть даже друзья просто так сложилось ничего с этим не поделаешь или это вот ну какая-то боль вечная не утихающая как с этим ну как вот с этим жить что называется привыкнуть к этому к тому что вот происходят такие вещи и ну правда просто вы стираете людей или вот они где-то там в глубинах памяти живут и потаенных уголках вы знаете конечно всегда жаль когда люди с которыми ты много лет проработал ну вы оказываетесь в разных местах я насчет там баррикад я бы не сказал я на различник они с кем воевала я всегда оставалась в профессии всегда всегда вот ну люди выбирали для себя какой-то другой путь они свободные люди имеют полное право я никого не осуждаю если они считали и считают что им так вот нужно реализовываться вот в этой части европы вот на этом телеканале среди вот в этом государстве ничего против например не имею я не могу сказать чтобы я пристально следила за творчеством евгения алексеевича и савика шустера с которым я всегда были очень добрые отношения но они решают свои задачи ну ведь понятно что вы работать в новостях и не афишируете какую-либо там свою позицию это таскать этика профессии но все-таки мы же все еще и люди да бывало и так что он может быть с кем-то вы просто ну прекращали здороваться при случайных встречах случае чего если там они вдруг вообще разногласий идеологически это повод прекращать прекращать ну вот хотя бы вот на уровне привет привет заметить человека нет у меня такого в жизни не было то есть услуга если но вдруг ну очень нет у меня есть серьезные например идеологические разногласия с отдельными людьми но это не повод чтобы не спросить как у тебя дела как чувствует себя дочка как но это очень как вообще сестра поживает брат там и тогда это вас сильного человека на самом деле не знаю мне кажется просто нормальным человек да да сам согласен нормального сильный человека вот уже будем так сказать переходить таким к несерьезным вопросам закончим серьезными не могу не спросить воспользоваться моментом когда вы к там еще придете да поэтому спросить все сразу вот как мы уже по-моему до беседы затронули темы родина вы мы все знаем об этом писали и родина вот теперь она и раньше ваша коллега при вдвойне потому что теперь значит на канале нтв и насколько нам разведка вы как дочь разведчика должны значит оценить разведка внесла что вроде бы с будущего года там проект запускается да какая-то программа возможный итог это вот все что мы знаем этот люди работающие около телевидения что таскать разнюхали значит то и выдаем а чете в долго-то отказу вот ну вы конечно не скажет что за программа но вдруг я же не могу не спросить вдруг вы расскажете там вот такая-то программа там вот такая концепция и главное будете ли вы теперь поскольку рада автон делана близко теперь каким-то образом мстить ей вот я вот сказать к чему веду не поняла мстить мстить но так ну вот я что же и дальше расскажу но значит а вот я рассказываю значит ну так кавычках мстить конечно же я понимаю вот прошлом году своя программа на первом канале сказали что серьезными вопросами закончен а это такое все-таки не серьезные я знаю что вы очень закрытый и с большим уважением сказать к ваша позиция относимся вы избегаете каких-либо вот внедрений вот вообще-то сказать что вас там даже не любите чтобы вас проли поздравлять с днем рождения и вот прошлом году и рада втан зимы в программе на первом канале казалось бы конкурентом да поздравила вас днем рождения по наш сюжет про вас был да да дело неожиданно же да это было так красиво что вот эти вот вот эти вот мифы дурацкий что ну как бы для одного канала не существует другой я была сама потрясена то есть я знал что будет сюжет то что естественно ко мне пришел замечательный совершенно мальчик с первого канала и донес пандин вот не он взял мне он сказал что вот был я делаю материал там и так далее вот ну понятно что вы должны были показать там 13 сентября но в какой программе чего я как-то за этим особо не следила вот но потом я посмотрела и это был неожиданно да это было приятно очень приятно это был необыкновенно при то есть по-хорошему конечно а вы что-то в качестве алверды там у нас еще рада автон делан человек с востока немножечко какой-то степени как-то может быть ну вот ответочку такое при ближайшем поводе вот сейчас дождетесь ну вот ну как-то вот может быть дожить с поводу не вы знаете мы люди профессиональные и мы знаем для чего что делается ребята сделали мне очень приятно и да я конечно позвонила название я позвонила кириллу клейменову да вот сказал огромное спасибо пожалуйста всем от меня передай там благодарности и так далее это же наша работа да это вы строит новый офис мы все знаем да вот сказать работающие в телевизионной прессе но по-моему вы еще восстанкин до снимаете новости вот вы работ на работу ходите восстанкина или вы на улице королево 12 да то есть в одном здании вот ведущие канала страны и вы так вот общаетесь вот назвали фамилию клейменова то есть вашего такого прямого конкурента по сути вы можете по какому-то рабочему моменту с ним посоветоваться до консультироваться допустимо вы же как вы же конкуренты мы коллеги прежде всего мы прежде всего то есть можете там да может какая-то вот а какие примеры как сложные сложные может быть темы слушать этих примеров миллион даже то есть сообщайте с ним миллиона солю ты с первым каналом и со вторым и с каким угодно то есть вот так у нас видимо и друг другу помогает они ненавидят бьют рейтингами те нас медиа до каждый день у кого значит вот на самом деле у нас там все оказывается слава богу там работают люди которые человечно относятся друг к другу да это так супер мы бы начали выжили и такой последний вопрос у меня точно убьете вот тяжелый предмет тут есть я не могу не спросить а еще есть водичка помните как там было бы красиво камеры снимайте нас сейчас будут бить вот опять же значит утечки происходили как бы вы не боролись ну то есть как у вас такое такая пассивная борьба конечно журналистами из тележида прессы просто ничего не рассказывайте им но тем не менее какие-то утечки происходят и вот известно что ваш сын дмитрий подарил вам внука это же правда вот как вам в новой для себя роли это не знаю что это ну как тут ошарашивать людей часто просто ну не знаю какой-то новый может быть импульс вот как это вы знаете этой новости в декабре будет 9 лет слава богу третий класс 4 3 2 2 типа я плохо считаю вот это насколько важная часть это вашей жизни вот этот момент очень важный потому что по случаю 9 рождения мы едем в горы уже в серьезные лыжами да то есть лыжами да и уже человек будет кататься не на подмосковных горках а на серьезных горках красной поляне вы не скажете как зовут хотя бы мальчика замечательно даже пол не знали по моему только знали что внук вот вот вы как умеете если вот так вот что называется дочь разведчика да там есть методы я думаю особенно скрывать чтобы никто ничего не узнал вот скажете как зовут парня ну зовут его села вот села а он уже говорил кем хочет стать и ну где же какие-то варианты что он в сторону профессии вот ваши посматривать нет и бывает у меня нет 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 он был на телевидении так ему все нравится ему много чего нравится так что только вот посмотрим такой возраст да пусть человек интересуется миром познает этот мир когда ты в 9 лет на чем-то одном зацикливаешься я не думаю что это правильно только если только в том случае правильно если это суперспособности какие-то просто суперспособности понятно человек уже с этим свяжется жизнь вот но как-то может быть подталкивать и там может мне книжечки и там дискомпорт и есть родители в конце нет 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 я никогда ни к чему не и сына своего не подталкивала вот и его тоже не буду я я бы хотелось чтобы он вырос просто разносторонним и порядочным хорошим человек внутренне свободным как вы ну да большое спасибо татьяна маленькая просьба не могли бы сказать у вас получится лучше я даже я даже в качестве в качестве примера плохо скажу что вот вы слушаете радио комсомольская правда с вами татьяна меткова такую фразу мы это подмонтируем под финал нашего вы слушаете радио комсомольская правда с вами татьяна меткова ура татьяна спасибо большое